Карл Федорович Бюллер, русский генерал-участник Крымской войны, родился в 1805 году. В Мюнхене был сыном действительного статского советника барона Федора Яковлевича Бюллера от брака его с баронессою Броун. Детство свое провел за границей, где отец его занимал различные должности по дипломатической части. В 1816 году, во время конгресса в Вене, где жила в то время семья Бюллеров, император Александр I пожаловала молодого барона Карла Федоровича в пажи высочайшего двора и с этого времени началась его служебная карьера. В 1820 году, он поступил юнкером в Лейбгвардии конный полк, откуда вскоре был произведен в офицеры, формировавшийся тогда в Варшаве под личным наблюдением цесаревича Константина Павловича Лейбгвардии. Гродненский гусарский полк во время польского мятежа 1831 года, барон Бюллер состоял адъютантом сперва у генерала Пенхержавского, а потом у графа Крейца. Сделал с Гродненским гусарским полком всю компанию и участвовал во взятии Варшавы. Получив в командование Клястецкий гусарский полк, он в течение 10 лет состоял командиром сперва этого полка, а потом Керасирского военного ордена полка. Император Николай I был очень доволен блестящим состоянием полка и впоследствии всегда ставил его в пример служебного совершенства. 26 ноября 1850 года Бюллер был удостоен ордена СВ Георгия четвертой степени. 6 февраля 1853 года Бюллер увольняется в продолжительный отпуск. От 13 до 16 апреля сдает полк новому командиру Светаль КНВД Галлисону. 8 мая уезжает за границу. В 1854 год, когда открылись военные действия на Дунае, Барон Бюллер был назначен начальником 1-й бригады 4-й легкой кавалерийской дивизии и отправился в действующую армию при осаде крепости Селистрии. Все время командовал аванпостами. Когда наши войска стали возвращаться в пределы России, Барон Бюллер по приказанию главнокомандующего русской армии князя М.Д. Горчакова охранял очаков и исполнял другие его поручения. По заключению мира он был назначен начальником 5-й легкой кавалерийской дивизии и в скором времени был произведен в генерал-лейтенанты, назначенный в 1862 году. Начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии Барон Бюллер при образовании военных округов получил высшее назначение состоять с помощником его, императорского высочистства главнокомандующего Санкт-Петербургским военным округом, 22 июля 1864 года. Он был пожалован в генерал-лейтенанты, а 30 августа 1866 года получил орден Белого Орла. Кроме того он состоял членом Совета государственного каннозаводства, уехав 15 мая 1868 года в заграничный отпуск. Барон Бюллер отправился в Швейцарию и 23 июля скончался скоропостижно в имении своей племянницы графини Силес, погребен в Цицерсе. Источники – русский биографический словарь в 25 тонн. Под наблюдением А. Половцова, 1896-1918. Степанов В.С. Григорович П.В память столетнего юбилея императорского военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. С.П.Б.